дорогие друзья добрый доброго времени суток и на связи канада по поводу полного видео можете представиться мы видели видео которое я хочу рассказать все что было в этом видео то что мы помним и что мы то что мы знаем можете рассказывать без продавец ну пожалуйста то есть все в ваших ваших словах самого начала времени ограничено прошлым летом случайно буквально случайно вот вышла такой вадим бахов его фотография и слова спасите вот когда я увидела это слово спасите вот просто думаю ну человек кто-то нуждается в помощи обычно я зала открыла думаю разная бывает ситуация мы в состоянии помочь финансово помочь в каком-то совете вот поэтому я открыла когда я открыла и увидела как люди молодежь вот этот шалаш начинается видео с шалаша кроме шалаша то что вот сейчас показывает нам были там были взрослые и поэтому я немножко была удивлена что взрослые и вот подростки только один подросток подросток это было владимир вадим владислав владислав его потом когда начинает развиваться вот все события я поняла что это не то что что вначале представляет собой то видео которое у вас есть который вот сейчас крутят везде показывает она обрезана само видео длиной 16 18 минут было приблизительно вот это время начинается то что вы видите потом показывает как до видео было видно взрослых людей в начале когда начинается видно взрослых людей это женщина взрослый голос слышно разговор прошу посмотреть целую серию других роликов об агафе лыковой которые набирают популярность на нашем канале ссылки оставлю в описании и верхнем закрепленном комментарии под одним из роликов обсуждается двойное убийство которое совершил александр без штальников бывший послушник агафьи лыковой который помогал и по хозяйству в 2014 году жил у нее на заимке два месяца в комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за агафьи двух бывших губернаторов тулеева и зимина под третьим роликом обсуждается новоявленный племянник отшельницы который неизвестно откуда появился прилетел к ней на вертолете посмотрите эти видео прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео начинается все потом потом когда не показывает но видно как вадим падает с этого шалаша он падает головой ударяясь в землю он сам подняться не мог ему помогали двое мужчин двое парней они его подняли его положили шалаш он лежал не то на как называется вот эта длинная скамейка стол тейбл или вот эта длинная скамейка вначале он там лежал потом он сидел и его обливали водой насколько я поняла он получил травму головы когда он упал с этого шалаша видео прерывается показывают второе вот как бы кадрами и она все идет показывает около здесь допустим беседка вот этот шалаш а здесь был костер и тоже длинная такая скамейка там или что я не знаю где костер с правой стороны получается стоит влад и around полукруга полукругом around полукругом стоят молодые люди вот эти ребята его друзья ну я бы так сказала и слышно как предъявляет претензии что-то там говорят на очень плохо потому что очень плохие слова не красивые слова и слышно как влади говорит говорит ну ты же мне сама сказала девчонки и девчонка да кто ты такой вообще и вот который стоял около этой девчонки получается как бы напротив влада он ему как бы начал тоже плохие плохое слово как то вот тебе сейчас будет раз это самое но там плохие слова другие ребята тоже чем-то там смеется и начинается между ними как бы драка они дерутся или между между владом и всеми один один парень как бы начинается кто-то еще ну ладно начали сзади ударять что было один на один вначале как бы один на один а потом не потом вот эти ребята которые стоят они же все вот 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 кругом вот так вот начинается там влада ударили кто-то это самое показывает как влад уже раздет в одних шортах ботиком идет с этом с этой стороны после этой драки он идет через вот эту поляну а здесь вот он идет по поляне а здесь лес вот здесь и он проходит камера как бы сдалека показывает он идет у меня я помню когда я смотрела потом мы рассматривали с семьей я увидела потому что солнце как-то лучи ударяли что он был как бы полностью голый понимаете и он проходит это не для медумы где-то около 200 метров ну 150 180 вот где-то так вот он проходит с этой стороны он идет я вначале посмотрела думаю какой ужас его разделе полностью но когда он подходит и вот камера получает с той стороны то есть вот как бы с той стороны его снимает я вижу что он имеет шорты светлого начинается вот так вот как бы и он проходит камера как бы сзади его снимает я вижу на плавках пятно грязная кровь грязь я не знаю но было пятно цвет показывает знаете какой видите у меня стены какие вот это чуть-чуть может то ярче было то есть чуть-чуть насыщене но цвет не то серый голубой не то морской волны вот какой-то он такой вот был не определенного похоже вот как у меня вот стена и он идет и сзади говорят он лесной танцор у нас пошел в лес лесно танцевать влад оборачивается лицо у него он шел опустил голову понимаете он тихо плакал потому что было видно что ему он поворачивается что-то он сказал но там я его вначале не узнала я подумала что это кто-то другой потому что щеки были опущены понимаете вот не не подростковый вид лицо у него уже было изменено и он поворачивается он им что-то сказал я так не поняла короче ну там звуковое очень очень плохо потому что когда сказали он лесной танцор пошел в лес с лишним танцевать все начали смеяться сзади и влад вот так вот здесь как бы он начинает ходить глубинку вот этого леса где начинается такой вот получается как бы заукругленный и вон вот так вот такой и на в правую сторону он как бы прыжок сделал но было видно что ему очень трудно потому что у него была травма ноги он хромал когда он шел он хромал и очень медленно но он старался уйти от них и он прыгнул как ну не то что прыгнул он как бы такое движение он хотел запрыгнуть на дерево он схватился за ветку но ногами у него видно сил не было он ногами не мог ну как вам сказать ну прыгнуть понятно самортизировать как угодно понимаете вот когда ногами за ветку держитесь и ногами помогаете он не мог и он в руках у него уже силы не было и он просто как бы опустил и вот его взгляд это вот понимаете как вы я даже не знаю как передать у меня собака большая у меня америка накида вот она когда была щенком когда она у меня собака променелась я ее ругала у нее глаза вот такие понимаете то есть извините не нет самой перепуганы у него глаза были перепуганы и боль страх какой-то и вот понимание всего что это для него уже будет все вот это выражение я я никогда не забуду я я очень такая знаете короче на этом обрывается показывает издалека тот же тот же как его подвесили на дереве висит вот веревку видно его как бы баги подвесили за шею или за ну за шею подвесили или предплечье я не я уже не могла это было для меня трудно я поверите я три дня кадр за кадром медленно смотрела но вот это я не увеличивала потому что это было видно было что кто снимал это как бы за глубинки понимаете ну понятно издалека то есть и чуть чуть смазано скорее всего еще было да вот вот как бы издалека и я просто чтобы досмотреть до конца как у меня был вопрос почему кстати там была машина стояла это это SUV у нас вот говорят машина как SUV это не тот джип не то не то Nissan X-Trail вот я вам говорю те машины которые я знаю иномарка или более такая топорная российская или не особо это не маленькая машина это SUV ну я понял то есть внедорожник грубо говоря внедорожник вот 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 белая машина она стояла вот как шалаш она как бы напротив и там хорошо видно вот как взрослые беседки там стояла женщина и понимаете вот что меня поразило думаю ну как так подростки и взрослые никто не то есть ну не нормально это все как бы вот показывает его издалека в лесу как бы вот как я поняла его наверное за руки типа я думаю чтобы он я не знаю с какой целью но потом показывает тоже поляна его видно вернули туда-обратно и как на него прыгают как его ногами избивали взрослые и взрослые дети или только подростки или взрослые не было точнее нет детей не было а уже взрослые ну там были взрослые мужчины но я так сказала может 3-4 как 4 наверное старше Влада потому что там вот то что я помню я помню парень был у него волосы ежиком были сострижены то есть вот в гору он тут ладой это видно что подросток но другие были но другие были крепкие вот такого я бы сказала телосложения как вы понимаете вот крепкого телосложения крепкого телосложения то есть они смотрели старше угу я бы это после 20 24 возможно я не знаю ну понятно то есть уже возраст более зрелый я понял то есть это не 18 там не 16 не 18 нет эти уже смотрелись такие крупные ребята то есть понимаете и вот что меня поразило Влад лежал на земле ребята вот так вот тоже полукругом все смотрят кто-то его бьет копает именно вот как Влад вот здесь они вот так вот стоят там снимают видно потому что ну видно что делают видео и вот кто-то крайне с этой стороны копает Влада прям по голове вот ногой вот и тот кто снимал показывает как напротив с разгона бежит разогнавшись бежит делает такое сальто и ногой ударяет в голову а вторая нога вот попадает именно шея и грудная клетка вот так вот эту часть я понял то есть вот в скорость то есть вот так да да и показывает как они над Владом у Влада такой глубокий как бы вздох с хрипотой и пошла пена изо рта Влад лежит они его повернули как-то вот так вот на сторону понимаете и они все не показывают лица там не было так чтобы видно было кто что именно они не показывают но показывают как Влад вот последние и женский голос говорит ты зубы снял мужской голос говорит вызывать скорую ну такой подростков кто-то спрашивает скорую и более старший вот войс голосом говорит нет звони геребану на это называется и показан вот пока на этом видео как бы обрывается и снимается эта поляна и на поляне снег еще лежит и вот видно как написано спасите то что я поняла что потому что я не знала я не смотрела всю историю я просто открыла это видео ну то есть это случайно получается бывает натыкаешься на непонятный контент который в интернете который даже никогда не смотришь бывает такое знаю да ютуб это вещь непредсказуемая мы мы потом потом вот мы с семьей сидели раз муж там дочь одна вторая потому что у меня старшая дочь тоже подросток 16 лет и я ее спрашивала кто почему как вот есть у нас что-то такое подобное вот издеваются избивают она сказала говорит мама это убийство было я не поняла кого зачем и зачем было выставлять вот это видео но теперь вот когда столько времени прошло начали разговаривать где-то вот с нового года я помню у меня опять возвращается вот это Влад Бахов и я говорю окей надо найти вот это видео когда начали искать у себя у меня и на телефоне у меня этот макбук я открываю я не могу там все видео удалено только то что начали поэтому вот зная что до сих пор эта история как бы не открыта не закрыта что дальше все продолжается я просто повезла ну вот я понимаю после данных слов ваших по идее ну это уже должны получается интерпол взяться за это чтобы достать видео из соцсети потому что это все хранится везде что все короче у вас я не знаю там как у вас там называется у нас FBI мы обращались в полицию я обращалась в детскую организацию они сказали что чтобы открыть взять видео отсюда это я должна иметь от представителя адвоката лоя иметь одно подтверждающие с доверенностью от следственного комитета потому что мы будем как бы делать через русское посольство вот и этот консул он как бы должен разрешить и попросить вот одновременно дать разрешение открыть поднять это видео и тогда FBI на основе этого сделает но можно и другим способом но там еще больше бумаг будет понимаете в россии я скажу еще больше будет бумаг вот поэтому я думаю что как бы здесь получается нужно от адвоката который ведет данное дело да вот с к рф от следственного комитета но они обязаны предоставить потому что по запросу будет производиться вот то есть это получается видео является по факту оно где то есть понятно что где то у кого-то оно есть это сто процентов и в базах это есть везде в россии это все хранится и естественно на просторах америки канады везде где угодно вот я вам передам то что вот мне как бы по полочкам разложили какие пути как можно получить это видео потому что история оно как бы хранится оно изъято понимаете они они сказали что адвокат может имеет право если у него диплом международных лойер это как бы международный идет понимаете он имеет право делать запрос написать письмо основателю фейсбук youtube ну у нас вот здесь много twitter у меня есть twitter допустим я помню что я ставила так же на twitter это видео понимаете так что если он имеет у полномочия защищать международных судах организациях он имеет право право требовать напрямую без федеральных органов он имеет право требовать от facebook youtube я не знаю нет 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 где видео там оно и будет требовать это общей базы учитывая что google владеет youtube и facebook имеет там долю точнее google имеет долю фейсбука вот поэтому я думаю что по факту это уже адвокаты думаю что видео посмотрят спасибо огромное за правду ну потому что сейчас все на такой стадии что уже бунт возникает сами знаете читайте информацию я хочу сказать что я не знаю как родственники то есть мама это очень очень тяжелое видео это в общественность или вот для матери это это будет убийство понимаете потому что там были такие издевательства да вот вот когда он понял Влад он все понимал к чему и что будет с ним понимаете ну там там то что писали на него то что его пинали то что над ним издевались это одно а вот глаза вид вот это понимаете как они они его не хотели просто поиздеваться и отпустить и он это понял и помощь ему была не и я не знаю как мама это перенесет вы поосторожнее берегите потому что это это но к сожалению здесь другого выбора нет понятно что может быть мама не захочет смотреть да но главное чтобы для следствия и те люди которые были причастны спрятали тело останки его не его и то есть это еще большой вопрос я думаю что это будет поводом чтобы все таки были наказаны это уже будет группа людей и наказание намного строже чем они они все все виноваты потому что ни один не один как говорит не то что старался остановить или защитить или помочь они все стояли все смеялись и каждый старался и пихнуть или знаете вот ногами ну там было это ужасно я я понимаю да не будем давайте все я понял огромное спасибо тогда на связи если что я вам напишу попозже чуть-чуть сейчас мы быстренько да не за ждать дай бог чтобы у вас там все как говорится это дело постараемся все сейчас на взводе много сейчас народу поднялось реально после все это вот хорошо видите это хорошо народная поддержка это очень хорошо это самое главное что может быть в таких ситуациях вот спасибо видите вы тоже большое дело хорошее делаете спасибо вам спасибо за правду и то что решились потому что у нас бы в россии бы сказали нет я лучше помолчу вот вы знаете я не удивляюсь мне угрозы тоже начали приходить поверить или нет обзывают присылают плохие ну я не реагирую потому что я подаляйте и все так будет больше я это поняла настолько это просто как объяснить как моя дочь говорит они настолько низко еще в таком в культурном слое да культурный слой вот этой вот всей низости всего остального вот именно понимаете так что я я не это самое ну это ничего я думаю дай бог только чтобы вот действительно но видео было было на ютюбе я делала репост мы вот сделали на фейсбук через дочери моей дочери фейсбук я туда сбросила я сбросила в твиттер потому что такое такое избиение такое унижение прав человека я это не то что человека это подросток который имеет право на жизнь понимаете он должен жить это и вот да это это трагедия спасибо россии спокойной ночи канаде хорошего дня вот поэтому на связи если что я вам попозже напишу завтра можете посмотреть на ютюбе на канале спасибо и какие то просто что то там у вас будут хорошо не стесняй паники пишите хорошо спасибо удачи помочь вам прошу посмотреть целую серию других роликов об Агафе Лыковой которые набирают популярность на нашем канале ссылки оставлю в описании и верхнем закрепленном комментарии под одним из роликов обсуждается двойное убийство которое совершил Александр Бештальников бывший послушник Агафьи Лыковой который помогал ей по хозяйству в 2014 году жил у нее на заимке два месяца в комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за Агафьи двух бывших губернаторов Тулеева и Зимина под третьим роликом обсуждается новоявленный племянник отшельницы который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете посмотрите эти видео прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях видео